Богдан Андреевич, я надеюсь, вы понимаете, зачем вас вызвали. Честно скажу, не понимаю. Что ж вы из себя дурачка строите? Вы же взрослый человек, вы кандидат медицинских наук, вы полжизни проработали в поликлинике, а тут что с вами происходит? За последнюю неделю на вас семь клиентов пожаловалось. За что? За что? Это вы мне скажите за что? Что вы прописали клиенту с хроническим заболеванием сальной железы? И вот с ячменем? Да. Да ничего я не прописывал, я только сказал ему заговор. Ячменец, ячменец, на тебе купишь, закупишь собаку купишь. Собака сдохнет, ячмен засохнет. А в лесу зачем ему плюнуть? Да не в лицо, а в глаз. Чтобы наверняка. Наверняка что, жалобу написал? Нет, ну а пациента с высоким внутричерепным давлением вы как лечили? Неужели нельзя было сбить давление и остановить кровотечение из носа обычным способом? А не этим вашим. Ехал Данила на белой кобыле, кобыла устала и кровь перестала. Безобразие. Ну как вы можете это объяснить? Нет, можно было, можно. Еще другое. Баба шла, собаку вела. Собака стала, кровь перестала. Но ега у Данила... Прекратите, прекратите. Богдан Андреевич, я прекрасно понимаю, вы два года без отпуска, СТС. Но лечить пациента от мужского бессилия при помощи заговоров, это, по-моему, перебор. А вот это ваше, как у этого быка, рог стоит вверх торчик, так, чтобы и у иголька ядрено стояло и вверх торчало. Ну, ну, нет, я считаю, что это кощунство, а про их мы вообще не говорю. В общем, либо вы прекратите ваше чудачество, либо, ну, будем вынуждены расстаться. Ладно, я все понял. Ну, вот и замечательно. Если вы все усвоили, можете быть свободны. Ну, ну, а це, безобидно, можно, ось то, икота, икота, перейди на Федота, с Федота на якого, с якого на взятку. Нельзя. Я, к сожалению, очень. Хорошо. Бувайте. Яков Моисеевич, а много на него жалоб было? Да в том-то дело, что никто на него не жалуется. И все платные клиенты к нему перешли. Дайте мне ручку, пожалуйста. Дайте мне ручку.